Зенитные установки Когда они есть, катается пыхтит и грозно трещит пулеметами, когда их нет Серьезный исход боя, в общем-то, влияет далеко не всегда Ну, поддержка как поддержка, этим все сказано Но! Есть одна машина, которая непременно заставит вас в корне пересмотреть легкомысленное отношение к этому классу Ее зовут ЗУТ-37, советская премиум-зенитка второго ранга Выезжая в песочнице реалистичного режима, она приносит с собой серьезную головную боль И не только пилотам, даже не столько пилотам Башня у нее крутится так медленно, что машина не всегда успевает вовремя реагировать на появление авиации противника Нет, перед нами гроза танков Особенно тех, которые на начальных рангах почти не имеют нормального бронирования На вооружении у нашей красавицы футуристичная пушка Ша-37, стреляющая лентами по пять снарядов Бронебойность топовой болванки — 60 мм на ближней дистанции и 42 мм с 500 метров Неудобство лишь в том, что стрелять надо либо с абсолютно ровной поверхности, либо накренившись с холмика Потому что орудие не опускается… никак Вот от слова совсем То есть поднять-то его не проблема, а опустить его нельзя Это ж зенитка, не забыли? Ей же положено стрелять куда? Вверх! Кстати, в целом орудие ЗУТа отдалённо напоминает пушку перспективного польского танка ПЛ-01 Машина очень шустрая, как, впрочем, все танки этого уровня ЗУТ унаследовал шасси лёгкого танка Т-70 со всеми его достоинствами и проблемами Спарка двигателей на правом борту хорошо защищает экипаж Но сама по себе занимает столько места, что в кабину помещаются только наводчик и мехвод А значит, любое шальное попадание в башню сходу отправляет танк в ангар Так или иначе, ЗУТ-37 просто создан для городских боёв Юрко маневрируя в узких переулках, он обходит оппонентов с флангов и тыла Нанося один сокрушительный удар за другим На перезарядку уходит около пяти секунд Нетипично долго для зенитки Но при должной сноровке вы будете уничтожать противника и с одной лентой Пара выстрелов в башню, пара в мехвода И вот даже один останется про запас В поле зенитка чувствует себя почти так же уверенно, как и в городе Но, опять же, играя от глубокого прохода во вражеский тыл Ей не страшен никто Пазики лишь изумлённо смотрят на свой стремительно редеющий экипаж Стюарты пытаются удрать А штуги, те и вовсе не успевают ничего сообразить, когда бронебойная кассета разряжается в их боекомплект А сокомандники? Их тоже ждёт сюрприз Но обычно уже в конце боя, когда список лидеров внезапно возглавляет какая-то странноватая зенитка Над которой в начале боя они все смеялись Вообще, странные — это даже слишком общее слово Это форменная антизенитка Эта машина — парадокс Она создана бороться с самолётами, но гораздо лучше уничтожает танки Она быстро разбирает кого угодно, но и сама умирает, не успев чихнуть Но при этом она невероятно хороша И по дикому нраву, и по совершенно парадоксальному стилю боя На ней весело вылетать на противника из переулков Разряжать кассету и быстро драпать, если запахло жареным Она не на каждый день, но непременно в коллекцию На этом всё, с вами была Игромания совместно с Гайдин До скорого!